МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня оформляем наши любимые лютики. Приготовьте кашпо серебряного цвета, деревянные палочки, тонкую проволоку, серебряную краску-аэрозоль. Сегодня продолжаем создавать себе новогоднее настроение. Для этого у меня сегодня вот такие замечательные желтые лютики, золотая и серебряная краска и кое-что еще. Но все по порядку. Сделаем сегодня такую свежую, несложную, но в то же время с оттенком праздника композицию. Для нее мне нужно вот такое кашпо серебряного цвета, а также целая гора шпажек. Их нужно довольно много. А также понадобится много терпения и моток проволоки. Я использую проволоку, которая называется бульонка. Такая тоненькая, волнистая проволочка. В общем-то, цвет не играет большого значения, так как всю конструкцию мы будем красить. Для начала обрезаю заостренные кончики шпажек, чтобы их сложнее было идентифицировать. Начну, пожалуй, с небольшого количества. Отрезаю кончики. Они мне не понадобятся. И теперь эти шпажки я нарезаю примерно на три части. В общем-то, они не обязательно должны быть ровные, но имеется в виду одинакового размера. Ну, так, примерно одинаковые. Ну, что же, начну с небольшого количества. Что я делаю? Я беру проволоку и беру маленькую палочку. Обматываю ее проволокой и затягиваю. Так, чтобы палочка у меня довольно-таки прочно болталась на проволоке. То же самое я проделываю и с остальными палочками. Так, чтобы они все вместе создавали ленту из привязанных к проволоке палочек. Лента должна быть довольно длинной. Ну, вы понимаете. И можете еще варьировать плотность. В принципе, плотность это не так важно. Я, в общем-то, делаю такое расстояние, чтобы не просто было удобно завязывать и закручивать их. Но если вы хотите сэкономить проволоку, например, и сделать всю конструкцию впоследствии более плотной, то можете заморочиться и делать их, например, ну, как-то вот так, в такой степени плотности. Кстати, если у вас нет шпажек под рукой, вы можете использовать абсолютно любые деревянные палочки. Вот смотрите, плетем мы такую длинную-длинную-длинную штуку. Доприлим мы ее, например. Например, она у нас раз в 30 длиннее. Мы все это дело запутываем. Берем несколько цельных палочек длинных. Можно только сразу отрезать в них кончики. Вот так. Берем баллончики. И идем все это дело красить. Когда мы все покрасили и высушили, конечно же, можно переходить к следующему пункту. Теперь будем делать каркас. Каркас на основе вот этого кашпо. Основа каркаса будет сделана из палочек. Те, которые остались длинными, которые мы тоже покрасили вместе с основной массой. Поэтому для начала сделаем вот какую историю. Соединим палочки вот таким вот квадратом. И прикручиваем при помощи той же самой бульонки. В идеале даже лучше сделать каркасик не на кашпо, а как бы на весу. Обязательно смотрите, чтобы оставались хвостики. Как раз на них у меня и будет держаться основная конструкция. То есть все вот эти вот палочки, вся вот эта куча мала будет лежать на поверхности вот этого квадрата, который я сейчас сплетаю. И вот этот квадратик. И вот этот вот квадратик, Мы закрепляем еще дополнительно к вертикальным вот таким палочкам. Ну вот, основа готова. Выглядит все это вот... Сейчас я вам покажу. Выглядит все это вот так. Ну, в моем варианте, по крайней мере. У вас это может выглядеть совершенно иначе. Теперь этот каркасик я все-таки подклеиваю на горячий пистолет для надежности. Потому что кашпот этого не пострадает сильно, а уверенности немного придаст. Теперь сверху можно размещать изготовленный заранее каркас из веточек, из палочек или там из чего-нибудь, что у вас было под рукой. Размещаем. Ах да, очень важная деталь. Сначала нужно налить в кашпот воду. Ведь мы же будем ставить живые цветы. Поэтому для начала заливаем воду. Необходимое количество. И затем располагаем сверху каркас. Сразу же придаем ему нужную форму. Такую форму, которая соответствует, возможно, форме кашпо или вазы, в которой вы делаете композицию. Теперь можно приступить к заполнению ее цветами. Начну я, пожалуй, с веточек эвкалипта. Замечательное растение с очень аккуратными, красивыми веточками. Для начала мне нужно их подготовить. Я отрезаю отдельные небольшие веточки. Желательно довольно длинные. Примерно вот такой длины для моего кашпо этого будет вполне достаточно. Попробую пока с таким количеством покладывать. А там посмотрим. Очищаю нижнюю часть побегов от листьев. И подрезаю. Располагаю между отдельными веточками каркаса. Достоинство эвкалипта в данном случае состоит в том, что его листва имеет синематый оттенок. Так как мы используем холодную гамму, такую серебристую, ну, с легким оттенком золотого, в основном все-таки серебристую, то именно такая зелень нам подходит больше всего. Так как она не контрастирует с холодным цветом каркаса. Поэтому добавляем немного серебристой зелени эвкалипта. Сейчас, я думаю, стоит перейти уже к заполнению каркаса лютиками. И впоследствии, если будет необходимость, добавим еще немного эвкалипта. Теперь выбираем. Лютики с прямыми стеблями. Подрезаем их обязательно. Делаем свежий срез, чтобы лютики могли пить воду и долго-долго-долго нас радовать. Так как этот цветок очень выносливый, очень стойкий. Эвкалипт, в общем-то, тоже. Он даже при высыхании не сильно меняет свои свойства и остается таким уже привлекательным. Так что, в принципе, наша композиция достаточно долговечна будет. Поэтому делаем хороший срез. И заполняем вазу бусиками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очищаем стебли растения от каких-либо листьев, таких вот детенышей. Все это нам ни к чему. Все это будет портить воду слишком быстро. Поэтому оставляем только голые стебли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, что цветов достаточно. Я решила, что стоит добавить еще один новогодний элемент, чтобы композиция все-таки была приближена к праздникам по настроению. Я решила еще покрасить шишки в такой серебряный с золотым цвет. То есть сначала была серебряная краска, а сверху золотая. Вот. И я хочу эти шишки расположить в верхней части композиции, как будто они нападали на нашу конструкцию. И приклею их при помощи горячего пистолета. Так, буквально, там, на пару капелек клей, чтобы они у нас не упали куда-нибудь, не провалились. Мы их аккуратненько подклеиваем. Хочу сказать, что я использую шишки лиственницы. Поэтому они такие миниатюрные. Приклеивайте шишки по краям, но не забывайте про внутреннюю часть. Так как композиция довольно-таки транспарентная, воздушная, просматривается изнутри тоже, то, естественно, внутрь нужно положить достаточное количество. Не меньше, чем по краям. Лиственница. Лиственница. Род древесных растений семейства Сосновая. Может показаться странным, но лиственница – самое распространенное дерево в лесах России. Она занимает около 40% всей покрытой лесом площади. В высоту она может достигать 50 метров. Лиственница используется в строительстве, мебельной промышленности, медицине и во многих других областях. Древесина лиственницы служит очень долго, без применения антисепсиков. Доказательство тому – оконные рамы Зимнего дворца, а также паркет графов Шереметьевых в Останкинском дворце. И Венеция, например, стоит на сваях из лиственницы. Немало изделий из лиственницы найдено и при раскопках древних курганов на Алтае. Больше 25 веков пролежали они, нетронутые временем. Флористам лиственница полезна прежде всего своими миниатюрными аккуратными шишками и необычными ветками с темной корой. Кажется, и все. Осталось немного поправить цветы. Убрать остатки клея. Похожие на паутину. У всех, конечно, разный Новый год, но если мой Новый год будет похож хоть немного на эту композицию, такую светлую и солнечную, я буду очень довольна. Надеюсь, что вам понравилось, и вы попробуйте сделать что-то подобное у себя дома. А если остались какие-то вопросы, заходите в мой блог на нашем сайте и задавайте, я обязательно отвечу. А мы с вами увидимся очень скоро в программе «Ботаника». До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok